КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЕ 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 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ Почему? Потому что раньше было, вот это у нас экспертное обсуждение, раньше было так, в административный конкурс можно было хотя бы замечание сделать. А сейчас в обязательном порядке, если какой-то административный просыпок, обязательно надо оштрафовать. Но люди же разные бывают, может это он сделал, переступил к какой-то административному нарушению и совершил в силу каких-то незнаний, естественно, прежде всего. Не умысел, заплатить не может. И надо отметить, что многие же люди, и полицейские в том числе, они тоже видят проблемы, но не могут, раз они уже начали составлять протокол, они не могут остановиться, написать просто замечание, потому что, к сожалению, административный кодекс, он не позволяет уже делать просто замечание человеку, он сразу должен его оштрафовать. Это не совсем хорошо и не совсем, будем так говорить, правильно, тем самым, как бы, нарастает в обществе такое негативное восприятие правоохранительных органов. А в данном случае, посыл того, что полиция должна стать, как бы, таким, как структурой, обеспечивающей сервис, будем так говорить, предоставляющей государственный сервис, это довольно-таки хороший посыл. Не менее интересная вещь, что я считаю очень новаторская, это впервые, глава государства вообще впервые в таком документе поставлена проблема провокации преступления. Понимаете, в чём дело? Даже вынужден цитировать. Конечно, коррупция – это плохо, об этом было сказано, это негативный момент, но другое дело, какие приёмы применяются в решении, допустим, или в искусственном увеличении коррупционных преступлений. И вот здесь глава государства отметил, надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия. И вот здесь, как эксперты, вот здесь наших учёных, тоже исследователей молодых, рекомендую вам просмотреть сайт Верховного суда. Там есть ссылка «Банк судебных актов». Зачастую можно туда войти, обычно всегда это в городах или областях суд номер два судебные дела рассматривает, уголовные дела. И для интереса можно так забить. 311 статья «Отдача взятки» – это «Получение взятки» или 300, кажется, сейчас это 366 в редакции уже 2015 года. И знаете, можно увидеть из года в год одних и тех же заявителей. Можно найти вот одних и тех же из года в год, только надо, конечно, там разные документы выходят, надо внимательно изучать. И вот часто сталкиваешься с одними и теми же заявителями. Хорошо, если бы это были бы те люди, которые просто готовы бороться с этой коррупцией, то есть они не приемляют. Но другое дело, когда забиваешь этих заявителей тоже до интереса, они где-то тогда тоже были привлечены к мошенничеству и прочее. То есть они уже были тогда в орбиту включены, видите. И вот в действительности глава государства очень четко обозначил, ведь справедливость – это справедливое наказание за конкретно содеянное деяние. Не в результате провокации, когда возле тебя появляется какой-то человек и в конце концов тебя сбивает с этого пути, вводит в неформальную модель отношений. И тем самым как бы отследходит в Галисеяк. Поэтому это очень важно. И то, что в таком документе этот вопрос появился, эта проблема появилась, это очень важно. И это не только антикоррупционной структурой касается, это и касается всех правоохранительных органов. Я так думаю, что защита интересов человека, гражданина, то есть приоритет этого не только государства, а именно человека. И важный момент – это в Индекорде посыл на справедливость. Ну, у меня, учитывая регламент, большое спасибо.